привет всем кому интересен ремонт сегодня у нас ford c-max течет масло вот здесь я чуть выгнал машину видите у нас неприятности давайте поднимем глянем в чем дело здесь у нас все очень мокро здесь у нас растянуло масло аж до самой жопы видите пока еще не знаю что здесь но я думаю раз вы видите это видео значит все-таки она мне показалось интересным ну или поучительным вижу что масло течет ну честно говоря пока очень непонятно потому что он там аж забрызгует на головку ну или что-то очень-очень так скверно так значит прежде всего померяем померяем масло ну масло у нас нету даже на кончике то есть это то что от об трубку вымазал что мы сейчас будем делать сейчас мы дольем масло ввиду того что там нет никакого поэтому доливаем самое дешевое масло которое есть наличие потому что ввиду его состояния а точнее его отсутствие в любом случае мы будем его менять по завершению доливаем масло поднимаем машину и жека будет делать вид и представлять что он едет куда-то в приятное какое-то путешествие мы будем с вами наблюдать из-под машины где же у жеки течет это я уже где-то литруху плеснул а там еще сухо пока сухо то есть походу там вообще сухой дверей кстати я вам не показал у машины вся жопа за это самое засрана маслом то есть вот это как масло под еще растекалось потом турбулентными потоками все это дело облепливало заднюю крышку я думаю сейчас уже что-то появилось уже минимум есть это после заливки трех метров ездил человек на святом духе так ну что поднимаем и едем так душа же их давай заводи вот как это пошла так я сейчас посмотрю а потом вас проинформирую так увидел и откуда течет сейчас я вам покажу смотрите вот она у славы видите который идет у нас на смазку сурдины если мы его приподнимаем я надеюсь вам видно да отлично глуши Жека знаете что я решил немного здесь все сполоснуть не потому что я такой классный пацан и хочу человеку машину помыть а потому что нам там работать мы выможемся в этом говне по самые пятки поэтому это именно для того чтобы более комфортно работать хотя конечно все мы далеко не смоем когда мы все осталось так как бы не знаю как бы не знаю не знаю что он так это это и в чем здесь проблема так это в том что если у нас до вот этой части шланга он там над фильтром у нас можно добраться он видите головка болтика то с левой стороны которую нас над турбиной его даже не видно причем не сверху не снизу поэтому снимаем сейчас катализатор саживаем и снимаем турбину так теперь нам надо открутить подачу масла вот эту с этой и с этой стороны здесь у нас два болта которые держат турбину и вот он хомут который держит турбину видите вот вот ну и низкое давление тоже надо отсоединить теперь сверху нам надо все подразобрать для того чтобы открутить патрубок один я снизу открутил второй надо открутить сверху так хомут установлен и отсоединить электрическую часть турбины и 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 Сдергиваем и все, можно сдергивать Мне не нравится, что когда зажимали, видите, уперли резиновый шланг в металлическую часть Это было неправильно Где протекает? Ну, где-то здесь Проверять мы, конечно же, это не будем А между делом, мне тут посылочки пришли Сейчас похвастаюсь Значит, это у нас Значит, чем этот наборчик классный Потому что он очень хорошо укомплектован Во-первых, ну вот это вы знаете, для извлечения разных пластиковых и металлических некоторых клипс Плюс, здесь есть ключи у нас для демонтажа радио и магнитофонов автомобильных Здесь целая гамма Вот это у нас, если я не ошибаюсь, фордовские Здесь у нас, короче, здесь самые разные Я вам не скажу точно, на какие магнитофоны А вот эти вещи, это у нас для извлечения пинов из коннекторов Точно так же, как и вот эти Сейчас я вам покажу, как это работает Плюс у нас здесь крючочки Самые ходовые Шила прямой и три крючочка И вот это у нас для клипсов побольше Для клипсов под углом И вот это у нас для извлечения клипс Так, как бы его вытащить Для того, чтобы это подставить под клипсу Ее так вздынь и отковырнуть Вот так Есть кому-то непонятно, как работают Вот эти вещи Для извлечения пинов Сейчас я вам покажу Кстати, чем мне понравился этот наборчик Тем, что он здесь очень так мощно укомплектован Здесь есть и это, и это, и вот это То есть, обычно я все эти вещи покупал отдельно А здесь они идут в одном чемоданчике И, что классно, его не потеряешь Потому что, честно говоря, оно у меня Большая часть того, что здесь представлено, у меня есть Но оно все навалено у меня в куче То есть, когда приходит время что-то найти Приходится вспоминать, где оно лежит И вытаскивать это все из общей кучи А здесь все в чемоданчике Секунду Вот, например, берем колодку В первую очередь сдвигаем блокиратор Не на всех колодках есть блокираторы Теперь берем вилочку Нужную нам По размеру И нажимаем пин И тат-дан Он у нас в руке Вот так вот Иногда с первого раза получается Иногда надо поковыряться Но это зависит от колодки Зависит от многих факторов Ну, не в том суть А в том суть, что у меня теперь есть новый наборчик Если вдруг кому-то нужно Ссылочка на продукт в описании Стоит он всего 28 евро Я говорю, чем он классный В чемоданчике Все здорово Ничего не теряется И все под рукой И вы заметили И еще у нас один пакет Настоящий, качественный Как положено, Китай Значит, когда я покупаю такие наборчики В первую очередь Я интересуюсь вот чем Здесь два показателя Честно говоря Вот набор хороший или нехороший Когда у нас между головками Расстояние в одну голову Вот так Когда фактически люди продают Не головки, а пластик То сразу создается неприятное впечатление О продавателе Вот, это первое И второе Я всегда смотрю Если в отвертке в тыльной стороне Ее, в торцевой стороне Квадрат под трещотку Вот это Несмотря на то, что кажется Это такое себе Не очень важная Не очень важная функция Поверьте мне Пользоваться ей приходится Гораздо часто Например, для того, чтобы удлинить Вот Все самое-самое необходимое Торксы, начиная от сороковочки Кончая десяточками Шестигранники у нас Самые, которые у нас Больше всего используются на пять Остальные Так себе Плоские крестовые отвертки Практически никогда не используются Ну, как-то так Что же касается Качества этого набора То у меня По поводу качества Китайских запчастей Есть один Очень Убедительный аргумент Точнее, два Первый аргумент Это то, что Будь то дорогой инструмент Или дешевый У меня Такая мелочевка Чаще теряется Нежели ломается На, допустим На шесть Потерянных головок У меня только одна Сломалась Ну, причем Чаще всего Бывает такое Что ломается Именно по той причине Что заведомо прилагаешь Усилия Зная, что она На это не рассчитана И она хрустака И сломалась Вот Это первый аргумент И второй аргумент Это, конечно же Цена-качество То есть 26,50 Ну, это шара вообще То есть Я часто еду Покупаю головку На 13 Которая стоит 8-10 евро Вот А это весь набор 26,50 Ну, что вы хотите Вы же будьте тоже людьми Вы всегда можете купить Конечно, набор Не за 26 рублей А за 260 Но потеряется он Точно так же И Только расстройства Будет гораздо больше А так я эти инструменты Покупаю Как для Постоянного использования Так просто И до комплектации Своих штатных наборов Из которых я Какие-то определенные Головки Битые Протерял Вот поэтому Вместо того Чтобы покупать их Все по отдельности Купил набор И всегда у тебя есть Под замену Вот так И на первый На второй набор Кому надо Ссылка в описании Я пользуюсь Вы смотрите На ваше усмотрение Новый шланг Код детали 1447 084 Стоит он 111 евро Он приходит уже С новыми болтами И с новыми Медными шайбами Видите И сюда И сюда Поэтому Осталось нам Только все Теперь собрать В кучу Поехали Назад Космид вещества Сверху Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стыки труб надо посмывать, чтобы потом можно было контролировать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подключаем аккумулятор У нас останется неподключенным, если я ничего не ошибаюсь, только дворники Все остальное я вроде бы подключил Заводим и смотрим, тякет или не тякет В первую очередь сразу смотрим, очевидно у нас нигде, чтобы струя не текла Струя не течет, можно теперь спокойно поднимать машину и обсматривать Так, прежде всего нас интересует вот эта трубка, с которой мы сняли герметик И конечно же наша трубка с турбины, которую мы поменяли Ну пока вроде ничего не денет, а тякет Что у нас дальше Так, дальше у нас по планам Промыть двигатель и заменить масло и фильтр Я настоял на его замене Возникнет вопрос, что же делать с теми тремя литрами масла, которые мы залили для проверки Кто же за них будет платить? Это все очень просто За них будет платить клиент Потому что это были необходимые расходы для установления места протечки Если у вас есть какой-то другой план по этому поводу Я с удовольствием его выслушаю Заливаем промывку Промывку я использую Лики Моли Пролайн 24-27 Заливаем ее в масло Заводим и даем поработать двигателю 15 минут После чего все сливаем А пока это дело у нас промывается, мы можем собирать, чтобы не терять время Камеру забыл включить, но вы уж поверьте мне Значит, если мы говорим о масле марки Лики Моли Единственное масло, которое сюда можно лить Это 5W30 Special Tech Вот, никакое другое Ни жижи, ни гуще Ни с учетом износа машины А вот именно только такое Другое нельзя Разумеется, у других марок будет другое масло Вот, заливается сюда 5,6 литра Я говорю, к сожалению, я камеру не включил И, ну, поверьте мне Если кто не верит, думает, что я обманываю Тоже может быть прав Потому что, ну, я всегда так делаю Часто спрашивают по километражу На этой машине сейчас 368 тысяч Что еще хотел сказать Я решил, начиная с этой машины Делать рейтинг жопности, так называемый То есть, основываясь на своем опыте Буду оценивать Насколько жопно меняют ту или иную деталь Думал, где таблицу мне нарисовать Куда приткнуть А потом думаю, ну, век новых технологий Поэтому я просто сделаю в электронном виде А вам скрин буду показывать Значит, что касается этой машины Это у нас Ford C-Max 1.8 TDCi Замена Маслопровода Смазки турбины Я оцениваю по рейтингу От 0, где деталь выпадает сама До 10, где машину легче сжечь На 7 баллов Я думаю, будет интересно Следите за таблицей Может быть, кому-то когда-то она понадобится При оценке ремонта А на сегодня у нас все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки в разные стороны Лайки в разные стороны Да, лайки в разные стороны Так будет лучше Всем удачи, всем пока Адрес кому нужно в описании И надо обязательно хлопнуть капотом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому